Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы, как и всегда, стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере. В прошлый вторник мы встречались с интересным священником, с интересным рассказчиком и сегодня решили продолжить беседу с ним. В нашей студии клирик Храма Святых Петра и Павла, член Союза Писателей, протерей Николай Агафонов. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, отец Сергий! Здравствуйте, телезрители! Отец Николай, вот поговорили мы в прошлой нашей передаче о вашем романе «Жен Мироносица». А возникло вообще желание поговорить о том, как священник, служитель слова, с большой буквы слова, да, в значении логос, служитель Бога, вдруг вознамерился писать книги. Это всегда так интересно, потому что, ну, не все пишут. И когда вдруг у человека возникает какой-то творческий замысел, когда у человека начинает гореть какой-то идеей и стремится ее воплотить, а вы, ну, к сожалению, не все ваши книги представлены у нас на столе, достаточно плодовитый писатель, то есть достаточно много книг, и они разбегаются достаточно быстро, вот, то есть люди их быстро раскупают, люди их ждут, вот, конечно, к вам особый интерес, к вам особые вопросы будут. Ну, первый вопрос, вот, конечно, такой, что называется, для затравки. Как священник вдруг ни с того, ни с сего решил писать книги? Ну, писать, как и любое творчество, свойственно человеческой природе. Ведь человек создан по образу Божьему, а сужать образ Божий только к нашему разуму и к нашей воле свободной, как его, это было бы неправильно. Ведь Бог есть творец, потому человек также наделен Богом, таким же божественным свойством творчества. Человек тоже творец. В каждом есть творчество, но оно по-разному проявляется. Кто-то хороший садовник, кто-то замечательный педагог, воспитатель, кто-то художник. Такие задатки развел. То есть всем Бог дает талант. Нет человека без таланта, вообще нет. Ну, не скромно, так сказать, но, наверное, Господь меня одарил такой вот способностью. Это как раз скромно. Это как раз скромно. Да, писать, писать. Это же не мое, это же Господь одарил. Господь одарил, да. Я все это чувствовал с самого детства. До священства, до прихода в церковь. Я очень любил книгу и знал, что буду писателем. Я был уверен в этом. То есть это было изначально вот такое мое желание с детских лет, с шести лет. И сколько я себя помню, я всегда что-то сочинял, придумывал. Вот эти стишки, знаете, эти складушки рифмованные стихами, можете их не назвать, но я сочинял вот такие рассказы. А писателем стал, конечно, я уже в зрелые годы, в 90-е годы начал писать, когда уже был священником, протереем, ректором, семинарии, помню первые рассказы. И вот я осуществил свою детскую мечту, наконец-то, преодолел свою природную лень, которую меня также Господь попустил. Вот, и стал писать. Вначале это было малая проза, рассказы, затем романы, вот такие, как «Жены мироносицы», которых мы с вами говорили в прошлую передачу. Другой исторический роман про знаменитого писателя, поэта 8 века Янда Маскина у Дамаска. Все знают, где находится сейчас, о Сирии, в каждом, в каждых новостях говорится. Вот в Дамаске жил такой замечательный поэт и писатель Янда Маскин. Кстати, его произведения до сих пор, во всяком случае, слышат миллионы людей. Потому что вот Пасху, как раз мы правы пасхальни, службу Пасхи, это написал Янда Маскин. Это канон пасхальный, который поется, такой скрометный, такой исполненный оптимизм, высокой духовной поэзии. Другие книги исторические, повести, современные, о современной жизни. Сказки для детей. Все это я вот создавал уже, став на эту стезю писательскую. Я, опережая ваш вопрос, сразу скажу, мне не мешает это священническое мое служение. Потому что все задают этот вопрос, корреспонденты. Не мешает ли вам писательство вашим? Не мешает, а дополняет. У каждого священника есть какое-то, выражаясь современным языком, хобби, чем-то увлекается. Вот, например, у меня сын, священник, у него такой исторический клуб, знаете, они там делают с молодежью мячи, но настоящие. У них все с 15 века. Значит, они вот там бьются на мечах, шлемы делают. Вот такой очень с молодежью занимается, и довольно-таки успешно кто-то из батюшек там занимается музыкой. То есть у нас очень много даренных священников. Потом эти священники некоторые имеют до священства бывшей профессии журналистов, врачей, военных. Теперь они свои таланты применяют. Так что само творчество, я имею в виду, кроме церковного служения, это факт вообще известный. Много священников. Например, владыка Тихон Шевкунов, он заканчивал в ГИК, режиссерский факультет. Тоже одаренный человек. Таких, как я говорю, священников много. Я вот один из них, из тех священников, которые занимаются творчеством, как вот своей, ну что ли, второй такой ипостаси. Но она соединена со священцем. Вот тут вот я как раз хотел задать вопрос, какова была главная вот интенция, то есть цель. Вот чего, может быть, не хватало? Вот почему, например, не хватает Амвона для того, чтобы все то же самое рассказать мирянам? Или вот для чего вдруг берется в руки, перо и пишется? Все-таки с Амвона я могу сказать, обращаясь, допустим, к две-три сотни человек. А когда я напишу книги, ее читают десятки тысяч, потому что мои книги выходят уже сотнями тысяч. Это, во-первых, расширяется моим ВОН, моей аудиторией. Во-вторых, я не преследую целей какого-то назидательного или богословского характера. Нет. Я пытаюсь через образы моих героев донести человеку простую истину. Человек в своей жизни должен стремиться стать человеком с большой буквы. То есть, то, о чем говорил Александр Сергеевич Пушкин, что Лиры добрые чувства пробуждали. Вот пробуждать добрые чувства своих читателей – это главная цель. Добрые чувства. У меня нет в моих книгах цели, чтобы человек стал верующим или церковным. Хотя, конечно, я этого желаю. Но пробудить в человеке изначально в нем образ Божий, дать ему возможность почувствовать, что он в этом мире не одинок, что над ним творец, которого любит, который печется. И, может быть, вот такая цель потаенная есть. Но, в основном, поскольку я проза пишу художественную литературу, то через образы героев мне это легко показать. Ну, как вообще человек становится человеком, так сказать. Вот путь человека не то, что к некоторому совершенству, а к некоторому открытию в самом себе. То есть, человек должен открыть себе то, что он не видит с самого начала. А начало – это доброе. И когда помогает человек, писатель, своему читателю открыть в нем же существующее, живущее, доброе начало, вот этим достигается цель любого писателя. В этом главная цель – хорошая литература. А такой вопрос. Вам же наверняка очень много отзывов, каких-то пишут, письма, еще что-то. Вот есть какой-то самый, наверное, такой запомнившийся, запавший в душу? Ну, вы знаете, мне запало в душу на электронную почту, ко мне пришло письмо. Утром у меня сайт был, сейчас у меня другой сайт. Но еще на тот старый сайт, там есть книга посетителей. Написала одна женщина письмо, которое меня потрясло. Вот тем, что я, знаете, над чем задумался. Что даже ради этой одной читательницы я должен был стать писателем. Рассказ сводился к следующему. Я не могу перескать письма, сейчас у меня с собой нет. Но когда она была совсем юной девицей, то у нее было такое депрессивное стояние, как она называла, такой депрессняк на меня нашел, что жить не хотелось. И вот в этом депрессивном стоянии она как бы сознавала, надо бы пойти в храм. Но для нее священники были, как некие инопланетяне вообще непонятные, а там какие-то старухи, которые ее будут там щипать, не так встала, не так... Ну, что вот она боялась, стеснялась. А тут ее подруга собирала церковь, вдвоем не так страшно. Вот она говорит, мы вдвоем пошли в храм, приходим, смотрим, там священник проводит испыть. Ну, мы со всеми тоже пошли на испыть. Исповедовали свои греха, потом люди пошли к чаше. Мы тоже со всеми пошли к чаше почищаться, спокойной душой и сердцем. А чаше, как она сказала, отфутболили их, сказал, что они не готовы к причастию. Ну, поскольку, видать, не очень объяснили, то им показалось так обидно, они переступили вот эти свои страхи, свои фобии. Пришли в храм, а тут им говорят, что не готовы, их не дали причаститься. Короче, вот такая обида наложена на такие еще незнания. И она себе сказала, я в жизни больше порог храма не переступлю. Такие там вот нехорошие. И в этом жила, в своем, в жизни, что она в храм никогда не пойдет. И как-то она пришла к своей подруге и увидела мою книгу рассказов. «Предоление земного притяжения». Это художественные рассказы. А она говорит, я люблю читать вообще, читать рассказы. Тем более, когда узнал художественное, она говорит, дай мне почитать ту книгу. Она говорит, ну, дам тебе только на одну ночь. Вот так на нее вроде очередь там все. Я, говорит, ее читала, говорит, я не могла оторваться, действительно читала, прочитала всю книгу. И вдруг мне стало, она говорит, священники стали таким близким, понятным людьми. И я увидел, что они такие же, как и мы, со своими недостатками и достоинствами, с хорошими, добрыми сторонами. Они какие-то близкие, родные мне стали через ваши рассказы. Потому что это же не секрет, что во многих рассказах у меня фигурируют священники, монахи. И вообще церковь мне стала более понятна через вашу художественную прозу. И я стал ходить в храм. Теперь, в настоящее время, благодаря вашей книге, я хожу в храм, ходит мой муж и ходит мой ребенок. Вот это письмо меня потрясло. Вот, конечно, у человека было такое состояние, что для него церковь была непонятна, и вообще он не хотел не ходить. А по чтению рассказа для него открылась красота православия. Замечательно. Но много разных других писем, где люди вот благодарят за написание. Мне это, конечно, как писателю поддержка, такие отзывы. А вот уж, коли речь зашла о читателе, вы с 90-х годов пишете, то есть это уже достаточно длительный период. Можете ли вы сказать, поменялся ли читатель? Что в нем поменялось? Какой запрос ныне у читателя? Вообще читатели в 21 веке изменились. Совменно читатель не будет читать таких кирпичей, больше как «Война и мир». Ну, это избранно было читать. Ему нужен динамично развивающийся сюжет. Ему нужно 10 из первых страниц героя. Поэтому надо с этим считаться. Понимаете, жизнь то ли ускорилась, то ли еще что. Ну, например, вот замечательный мой любимый писатель Бальзак, если вы читали его роман, знаете, пока там доберешься до того, что уже не можешь оторваться, нужно преодолеть себя в первой странице. Вот такого сейчас нельзя делать. Читатель 20 века был более такой вдумчивый. Качественно, наверное, поменялось. Вот ускорился вот этот айфон век. Дал нам таких айфонных людей, которые в смс-ках кратко общаются. Скоро будут романы смс-ки, я думаю. А уже есть. Уже есть. Так вот. Ну, вот этот поменял читатель. То есть, остались еще читатели вдумчив, но их в меньших количествах. Всегда будет некая такая элита читательская. Ну, как, собственно, это было в 19 веке. В 19 веке Россия читала в основном дворянство. Некоторые разночинцы такие вот продвинутые. Тротожи не были такие, тиражи большие. И сейчас пришло время, когда 5000 книги считаются очень хорошим тиражом. Но сразу передаю, скажу, в мои книги практически все уходят, начиная с 10 тысяч на тиража. А потом переиздаются. Для меня это большая радость. Но надо сказать, что все-таки большинство моих читателей – это люди воцерковленные. Большинство. Хотя много приходит отзыв и от читателей не церковных. Которые, может быть, приблизили, что ли, пониманию православия через это. Настоящий читатель, увы, большинство осталось все-таки в церкви. То есть, кто знает церковную среду, кто скажет. Там бывшие учителя, которые сейчас действующие. И врачи ходят, и бухгалтеры. Люди образованные. И вообще просто христиане больше уделяют внимания, меньше телевизору, больше чтению книг. Поэтому в наших церковных лавках вы встретите и Пушкина, и Гоголя, и других наших русских классиков. И кроме богословской театуры очень много художественных продается. Это о чем говорится? Востребовано. Книга церковных читателей. А церковных читателей миллионы. Давайте не будем забывать. Батюшка, вы сказали, что как-то стремитесь ответить на запрос читателя. Что, например, стиль Бальзака уже не подходит. У меня свой стиль выработался. И в свою очередь вопрос такой. А вы как-то отвечаете, в том числе и веянием времени? То есть, может быть, есть в электронном варианте ваши книги? То есть, когда можно в электронную книгу закачать? Да, по-настоящему способом все мои книги давно перевели в электронную. Их можно найти. Кто наберет протеерей Николая Гафонов и торкнет поиск, ему вывалятся и книги, которые могут ему прислать книжные магазины в бумажном варианте. Так и он может в электронном виде и почитать, и аудиокниги послушать, которые читают артисты московских театров. Все это много, но сайтов полно. И я говорю, я не обижаюсь на то, что это без моего разрешения. Это как бы ущерб материальный писатель. Но я думаю, пускай читает лучше. Пусть я буду терпеть ущерб в виде гонораров. Но я рад, что читатель видится. Много книг выложил в интернете в электронном виде. А вот, уж коли вы сказали, актеры московских театров. Вы лично знакомы с этими актерами, которые начитывали книги? Конечно, они когда читали книги, мы с ними встречались. А кто-то есть из известных? Ну, из известных Гарин. Он в Тюзе, ну вообще народный артист. Вот он прочитал мне повесть о Чечне, свет золотой луны, о современном. А тема Риадского косплея. И детские сказки озвучил изумительно. Ну, другие, может, малоизвестно. Вот, ну, читают, да, очень хорошо. А еще сейчас вот одно из таких последних новых веяний, когда сам автор читает. Вы не думали о том, чтобы... Да, я думал, надо мне студию, где записывать. Я буду читать свои книги. Потому что... У меня есть в аудиокнигах пару рассказов, которые мы просили на суть саму записать. Вот. А так я буду, хочу целую повесть читать. Вот потому что, мне кажется, это очень полезное дело. Потому что в любом случае актер, как бы даже он не был хорош, он все равно при прочтении привносит что-то свое, делает свои какие-то акценты. Автор, который изначально замыслил роман... Да, я хочу несколько книг своих прочитать на аудиокнигу. Но только для этого, я говорю, нужна студия. Записать профессионально. И нужен человек, который на треки разделит. Потому что при день невозможно, там же надо остановиться, найти. Должна книга разделена быть на треки. Еще такой вопрос. Есть такое понятие «работа по заказу», что называется. Вот, когда, например, писателю... Вот он хочет писать о женах-мироносицах, а читатель говорит, ой, ну неинтересно нам читать о женах-мироносицах, напиши лучше вот об этом. Вот в вашем... Полно таких предложений. Всех я и отвергаю. Я не могу писать по заказу, потому что я пишу по вдохновению. А заказ, это к журналистам надо обращаться. Они могут заказные статьи писать. То есть ни одной книжки такой, что... Нет, я пишу только то, что мне самому интересно. Но оказывается, что это интересный читатель. У меня есть книги, которые, ну, как бы востребованы для моей души. Вот, например, книга моя «Ратные подвиги» про Слана Духовенца. Она не сколько художественная, документальная книга о священниках, совершивших подвиги на бранном поле, то есть во время войны. О военно-духовенстве. Мне хотелось просто раскрыть эту тему, показать, какой героизм проявляли монахи-священники в нашей истории, вплоть до наших дней, кстати. По-хорошему, эта книга должна была как-то привлечь внимание историков. Да, меня сразу же вызвали на канал России. Ага. Вот, заинтересовался. Игмамонтов есть. Да, 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 Петр. И он делал, да, фильм по моей книге, проходил, его показан несколько раз «Россия-24» и по книге, да. Она заинтересовала, ну как заинтересовала, я там ничего нового, я-то, я просто как популяризировал тему. Есть исследования о полковых священниках, а я сделал выжимку такую-то, писал подвиг священника, награжденных, допустим, орден Георгия Победоносца четвертой степени, которым награждали только офицеров. Ну, вы знаете, полковой священник был приравнен чину капитана, а, например, дивизионный священник, там вообще полковник, и до генеральского чина это пресс-фитера армии и флота. Так что награды были офицеры, не солдатские Георгии. Таких было 18 кавалеров ордена Георгия Победоносца. Это может было только получить в бою, в атаке, кровью. А более 200 священников было награждено крестами на Георгиевской ленте. Это тоже была очень высокая военная награда для священников. Более 200. А других родинов не пересчитать. И представляли таких священников, суворов, кутузов, представляли к награждению. Это такие подвиги. Все это мои книги можно почитать. Называется «Ратные подвиги православных духовенцев». А где, кстати, книжки ваши продаются? К сожалению, они быстро скупаются, потому не везде можно их прочитать. Ну, например, в нашем храме, где я служу, Петра и Павла, всегда мои книги есть. Есть книги преподобного Сергия, храм. Это от Аврора недалеко. В храме святых жен мироносец. Ну, и можно по интернету заказать книгу почты. То есть набрать мои данные. Там просто магазины будут, которые высылают. Их много таких магазинов. И сказки, и рассказы, и аудиокниги, и повесть. Желающий найдет. Это точно. Батюшка, ну, не так много времени у нас осталось до конца эфира. И мы с вами договорились, что мы встретимся еще и в следующей передаче. И вот чтобы небольшой мостик такой забросить уже на будущую передачу, что повлияло на отца Николая как на писателя? Вот что сформировало отца Николая писателя? Что священника понятно? Ну, да. Наша русская классическая литература. Для меня пример, конечно, ну, Александр Сергеевич Пушкин, то его проза, братья, мы его знаем как поэта. Посмотрите, какая у него замечательная просто повесть Белкина, например, «Капитанская дочка». Ведь без всяких выкрутасов хорошим русским языком, как и умеет поэт, так и великий писать, написан. И, конечно, это является образцом на все века. Ну, и другие наши писатели замечают, так, как и советские. На меня, конечно, казалось с детских лет огромное влияние. Плюс семья, в которой читали. Моя бабушка сама закончила до революции гимназию классическую. И потом мой дедушка, ее муж, подполковник Колчак Скарин, ну, герой Первой мировой войны, он там поручиком был, потом пришел в Белодвижение. Из-за миграции добровольно вернулся в Советскую Россию. Нашел мою бабушку, они полюбили, поженились. Вот родились мои родители. Конечно, моя бабушка читала книги всегда художественные. Сколько я помню, как ты говорил, когда я за 70 лет была, внучок, не перечитать ли мне русскую литературу? То есть она ее читала уже, не перечитать ли. Мама, которая «Царство небесное». Всегда читала книги, с ней читали романы, какой-нибудь «Дюма», например, на двоих. Вот она что-нибудь делает по дому, я читаю. Потом я, значит, она читает. Один роман мы читали по главам друг к другу. Поэтому чтение, конечно, книг повлияло на меня, сильно оказало влияние прежде всего. Ну а сами книги, которые я пишу, на меня оказывали влияние нравственно. Мне хотелось, ну, тоже подражать своим героям. Я видел, насколько я по моральным всем качествам ниже тех, каком я пишу. Захотелось самому стать немножко лучше, что-ли, подтянуть себя. То есть, вот, заставляет написание книг и самому стать немного лучше. Это был главный стимул написания книг. Батюшка, совсем уже последний вопрос. А у вас-то у самого дома такие вот традиции есть, а сохранились? Так что, вот, например, с внуками, с детьми, дети уже взрослые. Ну, конечно, внуки читают, просят. И недовольны, когда я прерываю, говорю, завтра. Я им читаю свои книги, вот, свои сказки, там, повесть недавно написал детства Сережи, которая про школьника, мальчика, который в четвертом классе, сын председателя совхоза, полюбил свою ровесцу, дочку священника. Вот такая детская любовь, которая, конечно, препятствует взрослым, потому что государство атеистическое. Немножко трагично, но такая хорошая, добрая книга получилась. Детство Сережи. Сейчас буду писать второй, второй пояс про него уже, отрочется, Сережа. Спасибо, отец Николай, за очень интересный, увлекательный рассказ. А с вами, дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. До скорых встреч. Христос воскресе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова